Рядом с площадью Сан-Бабило на пешеходном проспекте Виктора Эммануила открывается небольшая прямоугольная площадь, в глубине которой стоит круглая церковь с портиком – Сан-Карло-Аль-Корсо. В средневековье на месте Сан-Карло была церковь и монастырь нищенствующего ордена сервитов, посвященные Деве Марии. В конце XVIII века Наполеон упразднил монастырь. Новый храм начали строить в 1832 году в благодарность за избавление от эпидемии холеры. Церковь посвятили святому Карло Борромео в память о его былых заслугах. Борромео был архиепископом Милана в конце XVI века, когда в городе разразилась страшная эпидемия чумы. Тогда он забыл о своем высоком сане и лично принимал активное участие в помощи больным. Так что горожане запомнили эту эпидемию как чуму Святого Карло. Нынешнее неоклассицистическое здание церкви Сан-Карло возвели в 1847 году. Архитектором выступил Карло Амати, автор окончательного проекта фасада Миланского собора. Проходя обучение в Академии Брера, он активно штудировал Витрувия. Не случайно это его работа безусловная отсылка к римскому пантеону. На это указывает не только круглая форма строения, но и восьмиколонный передний портик, а также структура интерьера. Строительством, впрочем, руководил другой архитектор Филиппо Пиццегалли. В оформлении церкви Сан-Карло также поучаствовал скульптор Помпео Маркези, ученик знаменитого Антонио Кановы. Ему принадлежит деревянное распятие над главным алтарем, и мраморная скульптурная группа под названием святой Карло Барромео дает первое причастие святому Луидже Гонзага.